ну как я и говорил приходится вот записывать срочные видео потому что события продолжает развиваться в беруте и вообще в ливане новая серия взрывов теперь там стали взрываться рации и мобильные телефоны и солнечные панели там короче говоря происходит что-то необъяснимое какое-то восстание машин буквально как в каком-то сериале черное зеркало всем привет меня зовут сергей уследер вот сейчас расскажу вам то что происходит вот буквально последние новости все еще не успели обсудить историю с пейджерами а уже начинается значит история новая не забудьте только отреагировать на видео лайк подписка комментарий все как обычно плюс уведомления включайте поскольку событий сейчас будет я полагаю очень очень много и финансовая помощь тоже приветствуется все в описании роликов там все написано как помочь если кто желает пожалуйста это очень приветствует значит история такая вот вчера напомню была вся эта тема с пейджерами которые взорвались там в руках в штанах и в других местах у боевиков хизбаллы сейчас хизбалла естественно сказала что это все вообще были исключительно мирные люди но это конечно полная чушь насчет мирных мирных в террористических организациях не бывает сегодня история продолжилась вот буквально сейчас начали взрываться рации то есть вот эти оки-токи радиостанции радиопередатчики которые были у террористов хизбаллы то происходило прямо в момент похорон тех кто погиб вчера буквально кроме этого стали взрываться мобильные телефоны портативные компьютеры и вот сообщают о взрывах солнечных панелей но вот насчет солнечных панелей я честно говоря не знаю мне когда-то пришлось снимать там большой фильм документальный я так немножко понимаю в этой и история не знаю что может взорваться в солнечной панели вот буквально ничего но тем не менее вот сообщают об этих взрывах там что-то такое происходит в беруте опять сообщают о погибших многочисленные пожары паника несусветный совершенно хаос то есть израиль видимо включил какой-то второй свой вот я буквально накануне да не накануне сегодня я написал в своем telegram канале о том что вот одна из целей таких акций это посеять панику и хаос у противника до противник должен думать что у нас что то есть еще в загашнике и вот она пожалуйста оказывается есть и бог знает что есть еще все это время израиль по всей видимости готовился такие операции такие акции готовятся годами иногда десятилетиями буквально и вот пожалуйста сейчас снова взрываются какие-то рации ну ладно пейджеры заминировали где там на каком-то заводе значит якобы в венгрии но как происходит что что происходит с рациями да почему закрываются портативные компьютеры какой-то ужас даже часто говорили что вот там значит отправим ливан в каменный век мне на самом деле не очень нравится это выражение потому что в ливане масса реально непричастных людей которые ненавидят хизбалу ненавидят иран и прекрасно понимают что это они втянули их вот в это противостояние с израилем да в котором понятно что от ливана ничего не останется ничего хорошего в этом нет но факта остается фактом натуральным образом страна это несчастная начинает отъезжать в каменный век потому что все приборы выходят из строя сейчас вот начнут взрываться телевизоры микроволновки и холодильники и и все и кондиционер еще до кучи и какой-то вообще сущий кошмар там происходит вопрос сейчас в том начнет ли израиль войну против хизбаллы вот это тоже важный момент на нем имеет смысл остановиться поподробнее здесь есть два варианта первый это вот сейчас начнем да может быть сегодня ночью а может прямо сейчас где-нибудь там с авиабазы не в один взлетают f-35 там и летят куда-то на север бог его знает может быть нет может быть израиль таким образом провоцирует хизбалу на ответный удар с тем чтобы получить легитимацию для своего удара в свою очередь почему так происходит потому что 8 октября да хизбалла начала войну 8 октября хизбалла начала обстрелы израильской территории которые постепенно увеличились в своем радиусе там достигали уже вот сфата на горе и там дальних пригородов хайфы скажем так но израиль не наносил таких катастрофически сильных ударов но не считая вот ликвидации фуада шукра но это все же как бы укладывается вот в эту концепцию сдерживания и таким образом израиль вроде как играл в такой пинг-понг с хизбаллой они там нам ракеты мы им там ракеты они нам там минометы мы им артиллерию вот так вот вот через границу перестреливались да и как-то мировое сообщество к этому привык и да вот сейчас вот обрушится всей своей мощью на ливан с точки зрения международной легитимности это будет не совсем хорошо тот казус белли да у того казуса белли который нам хизбалла дала 8 октября 23 года вышел срок годности просто тупо поэтому нужен новый и вот если сейчас хизбалла нас атакует то мы получим таким образом полную легитимацию для ответного удара уже любой силы любой мощности можно включать там эту доктрину дохи да они пропорциональные удары можно там делать все что захочешь но тогда возникает вопрос почему этим не воспользовались 25 августа когда хизбалла пыталась нанести удар в качестве мести за флада шукра нанесли превентивный удар разгромили там эти ракетные установки но при этом такие не разбомбили насралу не ликвидировали и так далее и тому подобное вот странным образом вот этого не произошло так что в общем тут пока такая история непонятная у меня такое ощущение что вот это событие которое происходит в ливане она еще не закончилась там еще что что-то еще будет взрываться что-то там еще будет происходить возможно будет не только в ливане в конце концов есть еще сирия такой наш абсолютный враг и есть еще иран в котором тоже там есть чему взрываться так что это такой момент довольно интересный и довольно такой драматический я бы сказал то сейчас происходит мы находимся на таком как бы перекрестке с которого мы либо свернем в эскалацию уже в войну в такую настоящую полноценную настоящей полноценной войне будет участвовать и иран и сирия и бог знает кто еще и там российские может быть военные все и будут не участвуют либо мы как-то вот хизбалла там чуть-чуть от ползет и так далее кстати хочу сказать что если хизбалла сейчас хотя бы изобразит готовность каким-то уступкам вот отвести силы свои там не знаю три километра север не то израиль скорее всего этим удовлетвориться но хизбалла пока такого не демонстрирует и вообще в наших широтах как-то не принято давать заднюю как это принято сейчас модно нынче говорить да какие-то на кита уступки идти и так далее в наших широтах принято вот на пощечину отвечать тоже вы плюхой хороший и так далее поэтому собственно потенциал сдерживания это был утрачен до израиль потому что вот на плюху не ответили раз не ответили два на обстрелы за раны не ответили там на обстрелы севера толком не отвечали и так далее все это воспринималось как проявление слабость и вполне возможно что все это время израиль готовился к тому чтобы этот потенциал сдерживания начать восстанавливать и вот сейчас он занимается ровно тем восстанавливает потенциал сдерживания потому что теперь на той стороне границы с той стороны как бы границы да то есть вливание в сирии в иране теперь должны бояться и думать о том вот беря в руки не знаю телефон или открывая микроволновку не нерванет ли это сейчас все им там прямо в лицо и не случится ли чего-нибудь там жуткого и непоправимого в общем израиль видимо опомнившись от этого шока октябрьского до от этой резни и от всего этого дела вот пришел в себя и стал тем привычным израилем который всегда очень жестко и резко реагировал на любые угрозы и реагировал всегда превентивно не реактивно пост пост как бы поставка случилось а именно приметим так что последим за всей этой истории ситуация конечно развивается стремительно очень все необычно происходит буду вас и дальше информировать будьте на связи включайте уведомления вот для того чтобы не пропускать всякие видео так что если что будут появляться в таком формате в таких некогда привычных интерьерах ну по утрам сейчас стараемся записывать привычные сводки привычные видео в обычном в обычной нашей студии все спасибо большое на связи не забудьте отреагировать увидимся в ближайшее время